Это вы уже тут. Доброе утро. Мне пора на работу. Собственно, я и еду. В принципе, нормально. Все, посмотрите, надену футболку, в которую, как вчера, в магазин ходил. Прикольно. Вчера отжимался. На турник, правда, не ходил. Он так поотжимался. Настроение хорошее. Все, что-то. Так. Ну что, погода, кстати, топовая. Топовая. И сейчас я иду на работу. Уже даже заскучал по работе, на самом деле. Хотя у меня много материала. Но, видите, по дедлайнам, я выкладываю раз в неделю. Не надо выкладывать часть. А продукты я не снимала. Может быть, позже. Но и тем более не терпится забрать свет, который пришел. Там три стойки. Плюс питание от розетки до камеры. Такое, что-то, конечно, весьма подталкивает. Ну и кофе. Вкусный кофе. Ох, кайф. Ну что, ребяточки, собственно, уже на месте. Иду. Даже смонтировал видео. Сейчас буду загружать, на самом деле. Фух. Ну, уже подхожу к работе. Сейчас кофейку выпью. Я же тебя жарко, вочи цель. Шок. Что-то нет никого. А свет горел. Вот такой. И обычно раньше всех как хорошая привычка. именно, чтобы не упадли. А мальчик с кофейку попьет. Загружаю видео, пора пить кофе. Ребяточки, как? Пока заказ заберу с Валбереста. Удобно очень. Уже не терпится забрать. Сейчас такую рань пошла. Десяти нет еще. Бойка. Не, я ушел. О. Орет, орет, гляд. Я момент, а не скотину набили. Вот так это живем. Решил еще и до озона дойти. Сперва дойду до озона. А потом уже в Валберест. Да, заодно. А то там мужик не особо настроен. Встречается утреца. Ну, конечно, кому нравится. А я чисто машина. Я что-то думал, что они с девяти. Ну, то я себя на него не ловил. Я знаю, что такое, когда салон с десяти, а уже в десять-нуль-ну тебя ждут. Или даже в девять-пятьдесят. Ну, такое. Ты просто никакой. Никакой. И все коллеги всегда, везде такие. Ну, потому что рабочий день долгий. Двенадцать часов. Плюс пока там еще часто все задерживается. Но в салонах. Поэтому не любят вот с утра. В целом вообще все равно. Пришли доставки. И оказывается, вот эта голова, она нормальная. То есть она лучше, чем стоит на штативах. И как бы, может быть, она проканает. Я прям надеюсь. Потому что выглядит она достойно. То есть плотно. И вот этот вот бесперебойное питание. Хоть это китайцы, как бы, а-ля. Но пришло быстро. Я очень рад. Оказывается, это даже не китайская пасовка. Типа это по России. Блин, ну вот эта голова мне больше всего нравится. Двести рублей я отдал. Сегодня будем тестировать. Продержится она вообще. Будет она держать? По камерам? Или все-таки надо что-то серьезнее? Пришел свет, ребята. Вот эти две, три стойки здоровых. А там всего лишь маленькая-маленькая коробка. Вот штатив и маленькая коробочка. К сожалению, вот видите, сломаны. Шторки сломаны. Пришел китайцы. Ну ладно, все равно пойдет. Пришел один свет. У меня сразу интуиция, блин. Один с какой-то хренью. И видите, достаю из коробки. И там решетка как бы сломана. Но с другой стороны, менять вот этот, таскать. Он стоит 22300. Плюс там они в подарок дают и стойку эту копеечную. И блютуз, и пульт. И как бы он функционирует, он работает. Просто из-за того, что на железке к пластмасске хреново крепится, а они шторки как бы достаточно хлипкие. Но мне функционал... Понятно, что на съемку в таком состоянии не знаю. Хотя какая кому разница. Есть там шторки или нет. Можно брать. Почему бы и нет. Но если вот брать... Лучше брать что-то качественнее. Если вот на века. Ну и цена будет вопрос. Ну, вдвое точно дороже. То же самое. Но вдвое дороже. Мне для дома, если что, я смогу просто полки подсветить. Этим прибором поставить полки подсветить. Так что я даже нести его не буду на замену. Нормально. Я довольна. Жара. Фух. Кайфово. Даже не верится, что я не все настрою. Так мне уже нравится. Ребяточки, сегодня пришел свет. Сегодня пришло... Пришло питание от камеры. Также я сейчас монтирую второй влог. Его выложу. Но в целом уже задумываюсь купить так называемое... Короче, чтобы вот когда снимаешь себя, у тебя одна часть лица, видите, в тени. Нужен этот отражатель для таких целей. Но посмотрим. Может, в следующих выходных. Опять же, я как бы небольшую сумму оставил, чтобы, если что, можно было купить. Там за 500-800 рублей. Так что так. Ну, в целом доволен. Весь в творчестве. Весь в этой всей движухе. Блин, это моя мечта, если честно. Как бы двигаюсь. Наслаждаюсь. Легче к жизни отношусь к людям. Понимаю все тонкости. Как бы просто вот как поезд еду в своем направлении. Это время 12.20. Я уже монтирую второй влог. Что-то заметил вот эту тень. На лице. И постоянно уже хочется как бы ее убирать. Видите, уже какая-то прокачка идет. Собственно, понимание. Смотрел, как снимать на две камеры. Как вообще все это делают. Потому что, смотрите, рано или поздно у меня появится вторая камера. Как-то я буду прогрессировать. И что это даст? Мне не надо будет продавать первую. Я смогу просто ее оставить. Тем более, Sony на Sony. И клеить между собой разные планы. Это помогает вовлекать зрителя. Это помогает, так сказать, оставаться и досматривать видео до конца. То есть, это в принципе как, знаете, как эффект монтажа. То есть, намного интереснее так смотреть. Поэтому все телевидение, все продакшены они снимают с нескольких камер. С пяти камер, с трех камер. То есть, все интервью снимаются с трех камер. Ну и, конечно, для профессиональных услуг. В плане того, что если шабашить куда-то ехать, две камеры. Это вполне почему я вот тогда с корешем работал второй камерой. То есть, мы с двух камер записывали. Это всегда интересно. Это всегда бесшовно можно сделать. Склеить, монтаж. Почему бы и нет. А тут, когда у тебя уже это есть, то Эврика. Идеально. Плюс у меня уже есть свет. Я уже задумываюсь, как это все выставить. Как выставить свет. Но по поводу второй камеры, конечно, это все. Мне надо научиться работать с этим. И еще пройдет очень много времени. Сейчас самое главное работать, работать, смонтировать. И даже у меня вот сейчас появляется время. На самом деле, время снять для Dota 2 FN широков бложек. Так сказать, с эффектом говорящей головы. Есть идея еще склеить с телефона. Поставить телефон рядом. Плюс есть штативы. Ну, вот не знаю. Не знаю. Просто не обязательно же иметь камеры. У меня есть телефоны, камеры. Я могу так же это тренироваться и делать с помощью телефона и камеры. Просто накинь на эффект. Переключать. Просто хотя бы учиться монтировать эту историю. Как-то так. Сейчас загружу второй влог. Влог где-то в 3 часа. Выйдет запланированная публикация. Так что им два. Я, кстати, могу себе намонтировать видео и поставить на запланированную эту же публикацию блог. Ну, просто особо не заморачиваюсь. Всегда успеваю. Как бы в выходной день раз смонтировала. Все. Все интереснее. Как бы за мной никто не гонится. Так или иначе. По поводу превью, конечно, я еще отстаю. Надо превью делать. Ну, хотя бы сейчас смонтировал. Плюс мне надо еще смонтировать видосик с этим всем. Нормально. Еще техники. Все. Выдохнула. Опять такое чувство, что это все. Ну, типа, даже... Я не замечаю, как пролетает время. И вот какие-то такие планы, которые казались значимыми на тот момент сейчас. Блин, ты уже купил. Ты уже купил свет. Ты уже купил это. У тебя уже все абсолютно есть. Это офигенно. Ну, типа. Даже необычное, короче, чувство. Стороны, мне кажется, какой-то более хлипкий. Ну, хотя, вот я включил. Он очень яркий. Конструкция сама крутая. Вот только сами эти шторки, ну, весьма сомнительные. Как на пластмасс... Я просто не помню. Вот она была у меня железная. По-моему, она даже у меня отстегивалась. Может, и на пластмасске, но штуки, эти шторки отстегивались. То есть, они ближе к Янгноу были. Вот эти, которые за 2000, но типа не то. Конечно, есть варианты купить еще одну стойку за 1700 и поставить. Но я пока думаю. Сегодня настрою все. Все-таки пятый свет. И использовать эти шторки как раз. Просто без шторок. Допустим, фоновый свет я могу без шторок просто поставить. И пофиг. Опять же, ну, это даже идеально. То есть, это не проблема. Я просто не хотел менять вот это, тащить. Там еще коробка здоровая. Как-то мне это неудобно. Возврат, невозврат. Там, если отказ, то 150 рублей. Я там не посмотрел. Но это все весьма, блин, ты берешь, как-то, ну, дешевую вещь китайскую. Типа, там уже рассчитывать на что-то там нереально. Если она работает, и сам этот прибор работает, то, как бы, париться нет смысла. Может, я как-то заколохожу и приделаю эти шторки. Но, блин, думаю, оставлю. Я почему оставила еще и комплект. Это RGB, вся эта история. Сегодня буду, короче, экспериментировать. Если что, закажу и пятый свет. Лишним не будет. Опять же, если снимать с двух камер, это даже лучше. Это даже лучше. Несколько источников. Посмотрю, как освещает. Если он освещает все равно так слабенько, то, конечно, со временем уже, когда буду серьезнее, я софт возьму. Софт. Метровый софт, который у меня был. Ну, блин, мне вот этих достаточно. Может, еще один возьму, посмотрю. Посмотрю, короче, по картинке. Пять источников света, вы представьте. То есть, тебя в круг заливают светом. То есть, это уже как в студии. И с любого ракурса, какого ты бы не зашел, у тебя всегда идеальная картинка. Это очень удобно. Это не так дорого стоит, чтобы вы понимали. Я как будто оправдываюсь, вот сколько потратил. Ну, это стоит, ну, там. Если с умом, ну, несколько тысяч, может, рублей. Символически. Ну, две тысячи, там, две триста. Вот она стоит. Это еще и дополнительный пульт, и все. Как бы разве это затраты? По-моему, это вообще лает. Тем более, вещь, ну, светят они очень ярко. И пульты, и все с батарейками. Насчет этого китайцы, как бы, молодцы. Но у меня тогда комплект дороже был. Я там две стойки всего стоила не то. Восемь с половиной тысяч. Восемь. А тут две стойки, как бы, четыре, четыреста. Четыре четыреста. Две стойки. Тогда у меня ни батареек не было, ничего. Но только... А, какого? Восемь с половиной. Еще плюс две. Это девять с половиной. Ну, десятку, наверное. Не знаю. Ну, в районе. Ну, просто, не знаю. Короче, буду сегодня смотреть, ориентироваться. Ну, очень удивила вот эта плавающая голова. Она, блин, качественно сделана. То есть, интересно, интересно. Конечно, когда вот стоит штатив вот этот тонкий, блин, думаешь, на какой-то шарпатреп. Даже телефон на нем стоит лучше поустойчивой. Опять же, я заказывал усиленный. А он пришел нифига не усиленный. Хотя первый раз пришел усиленный. А второй раз по этой же ссылке приходит вообще задрипанный штатив. Тоже я его оставил. Потому что по скидке там, типа, лет четыреста рублей. Блин, не люблю я возвраты вот эти делать. Эта всю хрень. Как бы не моя история. Ну, типа, если прям откровенная кал, я возвращаю. Да, или там не до набора. Ну, блин, если что-то там, какая-то мелочь. Ну, типа, ну, функционал не мешает. Мне дольше это все ждать. Вот этот заполненный цвет. Не знаю. Хотя, может быть. Можете написать в комментариях, стоило вернуть. Если вот этот штекер не работает или как. Вот он, кстати, выглядит вот так. Видите? Вот он, этот цвет. Коробочки. Коробочки оставил на всякий случай. Ребяточки, скоро уже домой. Даже не верится. Попить кофе еще. Получи, друзья. Ребяточки, выпьем немного кофе. Настроение шикарное. Тоже смотрел видос за обедом. Вот Денис Семенихих. Понятно, что разводняк и прочее там, типа, ну, курсы он свои пиарит. Но суть в том, что я услышал такую фразу, ну, это из книжек в основном. Типа, путь сердца. И вот мой путь сердца, это, конечно, вот это видеопроизводство, видеофотография. Вот эта камера ZV-E1, или которая у меня сейчас ZV-E10. Вот это абсолютно тот самый путь, который для меня путь сердца. Там искусство, либо рисование картины. И он намного ценнее денег и всего вот этого. Поэтому есть я. Пока кушаю и смотрю видос про школу Родчинга. Ну, а как снимать на три камеры одновременно, интервью и прочее, профессионально. Так, посмотрел еще видосы, как стримить с нескольких камер. Тоже интересно. Даже вебки телефона, допустим, и камеры. Вот у меня уже три, грубо говоря. Настраивать, как настраивать с телефона, трансляции и прочее. Ну, то есть через ОБС, чтобы связать компьютер и телефон. Что за программа и так далее. Для общего развития пригодится. Что, попью косяку. Собственно, смотрю уже монитор для камеры. Но понимаю, что он мне абсолютно не нужен. Но зато нашел хороший, даже дешевле, чем на Авито. Если снимать какие-то проекты, то это прекрасная штука. Но насколько вот он нужен, я думаю, что нет смысла пока. Пока ты не снимаешь кого-то. Хотя хз. Тут проблема в том, что на стриме его не подключишь. Потому что, ну, идет HDMI занят. HDMI вставлен в карту захвата. То есть еще нужен какой-то ответвитель. А какой смысл? То есть его покупать мы не только чтобы раз в неделю пользоваться. Да ну, бессмысленно. Опять же, вторую камеру покупать, что-то тоже ей раз в неделю пользоваться. Все упирается, наверное, в это. Не знаю, но в дальнейшем. И вот почему-то глаз положил на Витракс 20 миллиметров. Пока это все абсолютно не нужно, но интересно. Просто сейчас вот какие-то акции. И можно хороший комплект видео, так сказать. Допустим, петли и вот тот же монитор. Можно купить. Не париться. Но надо сперва начать снимать. Надо сперва начать снимать людей. А потом уже сориентироваться. Но и скорее всего у меня будет эта тема. Уже оборудование видака. Нежданно, негаданно. Просто я в 2019 году не мог к этому подойти. А сейчас прям как бы изи. Понимал с чего начать. А сейчас я абсолютно понимаю. Ну и начать надо с другого. Начать надо со съемки. Монтажа, съемки. Вот это хотя бы там, не знаю, вот этот софт взять. Свет. Свет основной. Софт взять, отражатель, чтобы лицо. Отражало как бы. Вот эта тень на лице отражалась. То есть с этим всем прочекаться. Прокачаться. А потом уже сориентироваться. Но на большом мониторе еще удобно брать фокус пикинг. Типа все. Смотреть, что попадает. Фокус не попадает. Ну хорошо, когда ты кого-то снимаешь. Насколько когда себя снимаешь, не знаю. Удобно. Все взял. Сейчас найду домой. Надеюсь, не порвет сумка. Но все влезло. Это уже хорошо. Я в целом доволен. Сегодня я все подключу. Все настрою. Ибо. Смотрите. Вон штативы. Сзади. Вот как только. Посмотрел выпуск этой девочки. Полина Вашингтон. Интересно. Очень круто. Сделал. Как раз на ЗВИ-1. Интересно. Да. Видите, если я заморочусь. Возьму вторую камеру, чтобы снимать свою жизнь. Возможно, со временем. Но это по-любому так будет. Потому что. Как бы. И блок раскачивается. Да мне это нравится. Это меня вдохновляет. Почему бы и нет. Жизнь мимолетная. Красиво. Сейчас я пока доеду в метро. Уже будет. Кромешная ночь. Поехать где-то 40 минут. Как раз за это время, к сожалению, моему уже начинает темнеть. То есть сейчас где-то 9.30. Пока доедешь 10. 10.10. 10.20. И все. Уже прям темно. Особенно сейчас уже. Начинается с каждым днем темнее и темнее. Вечереть. Раньше. Так что так. Интересно. Наблюдать. Вообще кайфово. Идешь такое. С наслаждением. Я вот поработал. Как бы. И с огромным удовольствием. Незаметно все это пролетает. Я заметил такую особенность. Чем меньше. Ты сгоняешься. Додумываешься. Усложняешь жизнь. Тем легче вообще все проходит. И проживается. То есть вот видите. Я как бы сейчас. И решено с оборудованием. С многим решено. То есть вообще нет никаких проблем. Я не успеваю только чего-либо захотеть. Это уже решается. Буквально молниеносно. Даже монтаж вот этого блога. В принципе постепенно-постепенно он получается. Он уже стал частью моей жизни. Я раз в неделю стабильно выкладываю. Как бы что немаловажно. Собственно еду. Вот так это все выглядит. Вот этот свет в коробочках. Вот это я. Как будто набрал. Да, вот что значит перечка у нас. Буду все это расставлять. Начну с первой стойки. Надо все завинтить. В целом пишет она. И записывает. И можно через пауэрбанк. Абсолютно через пустышку. Вот смотрите. Питать. Что немаловажно. Вот он. Получается пауэрбанк. Вот камера. Со светом конечно будет разобраться. Как там все это настраивается.